Здравствуйте, с вами администратор сайта iscientist.ru, ник 1004. И сейчас я вам расскажу про замечательную программу Smart Screen, которая добавляет различные новые виджеты для iPhone на локскрин. Итак, у меня уже программа установлена. Можно посмотреть, что произойдет с локскрином после установки. Я установил кучу различных виджетов, чтобы продемонстрировать вам. Итак, здесь есть две версии часов. Навигация по контактам, откуда мы можем просматривать аватарки контактов. Можем звонить, посылать e-mail, переходить на сайт и посылать MMS. Также у меня установлен виджет DevTeam, который сообщает о последних новостях на сайте DevTeam. Также у меня установлена поисковая строка. И заметки, которые помогают просматривать ваши последние заметки из программы Notes. Также у меня стоит еще один вариант часов и мини-калькулятор. Сейчас я вам продемонстрирую поисковую строку. В этой поисковой строке можно выбирать различные поисковые системы. До пяти штук одновременно. Очень удобно, быстро и хорошо. Также виджеты можно двигать. Просто нужно их зажать. Раз, и мы подвинули. Предыдущий виджет переезжает автоматом на другой экран. Также у этой программы есть свои настройки, которые сейчас я вам продемонстрирую. Итак, открываем программу SmartScreen. Итак, перед нами появляется список установленных нами виджетов. Вы видите то, что у меня их достаточно много. И некоторые я сейчас просто уберу. Нажимаю на кнопочку Edit в правом верхнем углу. И убираю ненужные мне виджеты. Это виджет DevTeam. Одни из часов. От MediaPhone. Потом часы, переделанные Патриком, Оттоном. И заметки. И нажимаю кнопочку Hide. И нажимаю Done. Все, виджеты отключены. При этом респринга делать не нужно. Кроме того, можно посмотреть, как будет выглядеть виджет. Нажимаем кнопочку Preview. И перед нами появляется виджет. Почти у каждого виджета есть свои настройки. Например, в виджете Контакты можно посмотреть версию автора. В настройках можно поставить, чтобы Контакты брались только из фаворитов. То есть из избранного. Также можно шрифт, название. Потом можно цвет шрифта поменять. Можно размер шрифта. Можно включить функцию получения информации о балансе. В основных настройках смарт-скрина есть всего три настройки. Это включить-выключить табличку, в которой мы можем посмотреть, что у нас получается. Потом включить-выключить смарт-скрин. И функция AutoHeightLockBar, которую сейчас я вам продемонстрирую. Итак, выходим из программы. Респринга делать не надо. Итак, блокируем и видим то, что перед нами осталось всего несколько виджетов. Нету стандартного слайдера SlideToneLock. Вы его не видите. Поэтому вы можете подумать, что программа просто убирает вход в телефон, но вы ошибаетесь. Проводим пальцем вверх, и появляется строка. Всё легко и очень просто. И так, кроме того, если нажать два раза за кнопку Home, вы попадёте в меню, в котором можно включить-выключить iPod. И так. Ну, как в обычном iPod'е, можно переключать песни на паузе и на стоп. Кроме того, есть настройки Wi-Fi, которые можно включить-выключить, настройки Bluetooth, Edge и 3G. Но кнопочка 3G недоступна в мою iPhone, так как он версии 2G. Итак. Вот такая вот замечательная программа SmartScreen от разработчиков MediaPhone SA, которая очень удобна, полезна, и я её советую всем установить, так как после обновления в этой программе перестали появляться различные клюки и недоработки. Эта программа стоит 5 долларов. Я считаю, что это не так много для такой программы. Кроме того, есть Lite-версия, в которой есть ограничения на 3 виджета и нет экрана, который выпадает при нажатии двойной кнопки Home. На этом я заканчиваю свой обзор. Итог читайте на нашем сайте iscientist.ru До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok